Блокада Ленинграда – одна из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ровно 900 дней страданий, голода и холода, мужества и стойкости. Земля бесстрашная, Невский пятачок. Такое название дали организаторы мероприятию, посвященного 78-й годовщине освобождения Ленинграда и одной из самых страшных битвей во время войны. В эти дни мы обращаемся к подлинным документам о подвиге Ленинграда и понимаем, что то, что пережили те люди, невозможно пересказать, оценить и даже понять, как можно было в холод и голод, теряя родных изо днев в день, выжить и сохраниться. История битвы за Ленинград неразрывно связана с плацдармом «Невский пятачок». В разгар боев в середине ноября на плацдарме потери составляли до тысячи бойцов в сутки. После завершения Великой Отечественной войны это место стало символом народной стойкости и отваги. В годы войны через Рязань шли эшелоны с жителями Ленинграда. Путь из Ленинграда до нашего региона занимал около трех месяцев. Помню, как в эшелонах ехали, раньше ведь месяцами ехали, от Питера до Рязани. Некоторые ехали три месяца, чтобы попасть в теплушках. Потому что встречные пропускали поезда на фронт, а эти ехали так. Нас ухудривали в Среднюю Азию, мы в Уфе сами пересели. Потому что блокада у меня умерла сестра, дед умер, в войну погиб отец, бабушка, мать и я пересели. Поезд поехали в Красноярск, где у мамы жил брат. В 1955-м приехал в Рязань поступать в институт политехнический, радиоакадемию. Вот с 1955 года стал айзанцем. В Рязани в живых всего осталось 61 свидетель того страшного времени. В память о народном подвиге Ленинграду присвоено звание города-героя. Самопожертвование простых ленинградцев помогло не просто отстоять свой город. Оно показало, где находится предел возможностей фашистской Германии.